Вот и быстро пролетели наши недели в ярком, теплом, дружелюбном Таиланде на острове Пхукет, где мы тестировали два хардтейла Как я говорил в начале нашего путешествия, что мы забыли эти велосипеды Все пересели на двухподвесы И я считаю, что незаслуженно забыли наши любимые хардтейлы Причин много Первая причина, что на сегодняшний момент этот велосипед стал более чем универсальным Во-первых, производители научились делать легкие рамы Велосипеды, которые представлены у нас, это Виллер Усма СЛР и топовая Альма ОМХ от Орбия Вес рам в размере М не превышает 820-830 грамм в зависимости от покрытия покраски Поэтому, в первую очередь, это легкие рамы на уровне веса шоссейных гоночных велосипедов Второй важный момент Благодаря их легкости, жесткости, сопротивлению на скручиваемость Мы получаем очень отзывчивые велосипеды, которые передают вашу энергию Поэтому кататься абсолютно в любых условиях, на любых грунтах, на любых дорогах, на них очень прикольно Потому что вы чувствуете накат, вы едете быстро, как на грунте, так и на шоссе Вы не чувствуете себя ущербным, например, выйдя на шоссе, как на двухподвесе Двухподвес – это прям реально такой трактор И на шоссе на нем ехать тяжело И морально, и физически велосипед потяжелее Рассчитан на неровности То Хартейл в этом плане отдает вам больше абсолютно преимуществ Он легче, он накатистый, на нем легко держать высокую скорость И так далее И, соответственно, сразу плавно переходим к следующему моменту Раз этот велосипед хорошо едет на шоссе, а почему это не гравийный велосипед? Перед вами гравийный велосипед, только с комфортной посадкой Кто уже имеет гравийник, я не знаю, да? Основная разница, по сути, это руль баран и колеса потоньше Теперь представляем с вами простую ситуацию Вместо 2.25 или 2.35, у кого как стоит Ставим сюда резину 40-ую, гравийную резину На те же 29-е колеса выходим на гравий Получайте шикарный, гоночный, легкий гравийный велосипед с комфортной посадкой Чем мне универсальность? Это второе преимущество хардтейла Ну и самый важный, наверное, момент Современный хардтейл отличает от предыдущих моделей Это его заточенность под сложные трассы Мы почему все с вами перешли на двухподвесы? Потому что трасса сложнее, спуски круче, камней больше, дропы и так далее Так вот, все современные велосипеды, включая наши любимые Виллер и Арбия Уже спроектированы таким образом, чтобы помогать вам на этих сложных участках В первую очередь, конечно, касается этой геометрии Рулевой стакан, угол выноса вилки более открытый Велосипед находится перед вами Вам его лучше контролировать, потому что вилка вынесена вперед На крутом спуске контроль вы получаете изумительный Естественно, амортизатор помогает вам проходить сложные неровности Второй момент Увеличивая угол вилки от рамы, вы получаете лучшую накатистость Но при всем при этом, задняя часть велосипеда остается максимально компактным Максимально компактно стоит колесо по отношению к каретке Это расстояние нижнего пера практически приближено уже к шоссейному велосипеду Приближено настолько, чтобы можно было поставить широкую покрышку Как следствие, вы получаете короткую базу основной рамы Это вам позволяет, во-первых, передавать максимально эффективную энергию во время педалирования Второе, это та же управляемость Велосипед значительно имеет более короткую базу по сравнению с двухподвесом И на сложных технических трассах, где нужно объехать деревья, где вертлявые тропинки Вы обрабатываете эти участки намного легче И опять же, легче не только за счет этой геометрии, а за счет веса велосипеда Как бы мы с вами не хотели, топовый двухподвес все равно будет проигрывать хорошему среднему хардтейлу по весу Это еще одно преимущество Ну и следующий момент, который для нас сейчас абсолютно важен, это цена Как бы мы с вами не сравнивали велосипеды по характеристикам, по комплектации, по весу Хартейл в ценовой категории будет выигрывать Поэтому здесь плюсы очевидны Рассмотрите просто в моменте вашего использования Как часто вы ездите по корням, сколько процентов всех ваших поездок Включают дропы, спуски каменистые, корни, где вас вытряхивают Ну, объективно посмотрите, даже вот марафоны, которые мы организовываем Это, ну, 5-10% от всей дистанции Стоит ли, так вот для себя подумайте Стоит ли брать более тяжелый велосипед Если за все ваши тренировки 5% это сложные участки, где двухподвес реально нужен Либо можно там потерпеть, но благодаря тому, что вы сэкономили силы И всю дистанцию везете своими ногами легкий велосипед То эти корневые участки вы пройдете легко Решать вам Но я для себя решил однозначно, что у меня должно быть два велосипеда Потому что то, что мне удалось преодолеть в этом году Такие гонки, как Swiss Epic Я покатался по трассам, как фрейрайдным, так и доунхиллем На двухподвесе кроссконтрином Я, конечно, понял, что двухподвес для меня все Лично я готов терпеть его вес Готов терпеть его меньшую изворотливость, высокую стоимость Но то, что я пережил на спусках в 2023 году на трассах Я понимаю, что для меня это важно Но, опять же, у меня такие мысли После того, как я проехал одну из сложнейших кроссконтринных многодневных гонок Поэтому я думаю так А вы знаете, как катаетесь И примите для себя правильное решение И еще раз повторю А вы решайте Хартейл чем выигрывает перед двухподвесом Вес? Раз Легкость движения? Два Ускорение в гору? Три Стоимость? Четыре Вы можете добавить свои плюсы и минусы Но на этом я закончу Сегодня это велосипеды универсальные И очень хорошо подходят для начинающих гонщиков Которые хотят потратить разумный бюджет И всем пока!